всем доброе снежное утро 30 декабря и какой у нас фигачит снег это сенецкие дворики поворот на ковров время пол девятого 5 утра проснулся тоже валил снег потом сейчас ушел дождь вот буквально полчаса назад опять начался снег снег сильный по прогнозу всю дорогу у нас снег так что сегодня нам будет по ходу весело ехать весело и интересно зима огонь вот сейчас мы зальем омыватель по быструхи так на машину я уже обошел в принципе все хорошо здесь у нас колеса целая резина целая парни что-то тайм вес заехали что-то перетягиваться наверно будет подбивались что-то у каждого свои дела лучше на монтаж так чем заливаемся и что будем пробовать ехать ехать то все равно надо без вариантов поехали посмотрим чудом у нас на дороге делается на что похоже нынче покрытие трассы м7 я посмотрел везде у меня снег нижний чебоксары начинается часов где-то с двух потеплений там тоже градусов до 7 сейчас минус 6 вот сейчас на дорогу но я уже отсюда вижу что там не очень хорошо на этой дороге вернее там совсем нехорошо сейчас снежочек туда дальше в сибирь морозы ждем потом отсюда тронулись с этого немножко в горочку ну давай петрушки под хвост подкидывает у нексту давай мило я понимаю немножко скользко но делаешь а футсуешь кратко включить счету да покрытие оставляет желать лучшего ну что сделаешь с его вот не знаю как бы вроде бы вроде бы в чебоксарах сегодня нужно будет какой-то ящик на сургут забрать 50 килограмм на хлебушек посмотрим так что мы делаем мы отключаем все наши системы у нас и на так ретарду отключаем отключаем ну датчик приближения этот резкого называется резко тормозить тут-то ладно до нижнего то фигня тут-то штрех полоска вот туда дальше вопрос там начинаются эти подъемы ну к тому времени я думаю уже во всяком случае может уже и дорожники появятся на дороге по идее должны будут почистить короче если сюда будут отступить на лочь едем ни о каком круизе понятна речи тоже быть не может вот понятно что от всей нашей красоты тоже намытый вчера прицепта нет цыгач естественно все придет в негодность рабочий момент погнали 30 декабря предпоследний день этого двадцатого года куда заедем сегодня туда заедем будем видеть что я вам хочу сказать все становится веселее и веселее снег кончился начался дождь вот счетом того что на улице миностей автономку эту печку включил чтобы оттапливало стекло видите замерзает сейчас то оно то отогреет а то маленько ноги мерзнут но это ничего переживем босса еду видите все стекло залепило заморозило уж лучше снег чем дождь в мороз хотя лучше ни того ни другого как-то дождь совсем не вставляет в общем подтвердили все прислали заявку до 4 часов дня нам надо успеть сегодня в Чебоксары приехать забрать там какой-то один ящик метр двадцать палет или просто ящик вон там будет посмотрим пятьдесят килограмм на Сургут так отсюда где-то километров мне четыреста еще может немножко меньше если без форс-мажоров то успеем если с форс-мажорами то тогда не знаю но будем надеяться что все будет без форс-мажоров пока вроде вот на тормоза нажимаешь тормозит и вроде газу даешь еще пока АСР не срабатывает хотя пацаны пустые идут ну жалуются но пустой есть пустой у нас в любом случае при четырнадцати тоннах восемь тонна вторую ось дает как бы машина к земле к земле прижимается здесь вот видно уже посыпано здесь уже дорожники поработали сегодня сейчас двадцать минут десятого запросто доезжаем с перерывом на обед а как оно получится не знаю Андрюха мой напарник еще стоит уже второй день или третий даже уже загруженный стоит их загрузили казахи на роботу закрылись до стыка представляется у пацаны попали ай-яй-яй те что пустые ушли те успели свалить а эти груженные остался стоит может отпустят говорить сегодня засада у нас сейчас вязники уже будут на горизонте это гораховец да братцы я все время забываю что здесь надо выключать вы видите здесь уже как бы дочь почти закончился тут видно что дорожники прошлись почистили посыпали все разбито асфальт даже можно наши все функции назад возвращать что в принципе уже и сделал может и дальше вся такая будет хорошо бы было еще с Волжского можно было мебель зацепить там километров сто от Сургута в сторону Нижневартовска но мы сегодня туда не успеваем работают они до пяти завтра у них выходной ходить на работу не хотят сказали что ну может быть и приедем но вряд ли к пяти конечно ну с таким расчетом что может быть подождете там часов до шести до семи сказали нет нам уже пора идти оливье начинать стругать но нет так нет значит не наша у нас сейчас уже нижегородская начнется губерния ой пардон губерния вот эти прицепы меня конечно это просто трэш на центре оси еще четвертая по центру говорят их выворачивает эти оси полная жесть интересно какая на них развесовка и сколько на него можно грузить чтобы не перегрузить это если с большим тоннажом и вот резкие повороты то что-то ее там то ли принудительно поднимать надо то ли что но я такое слышал что эту ось просто ну а на представьте большой тоннаж и она по центру и она получается юзом идет ее просто тупо вырывает эту ось если вот резко поворачивать тут эти то на месте крутятся если резко поворачивать что вот передняя особенно а та которая вообще посередине стоит там стоять какая на нее нагрузка вот я такое слышал что их выкручивает на ура что-то я наверное омывателя мало купил надо будет еще докупать два залил два в запасе есть а где-то я два заливал я тут не помню по-моему в этом по-моему мы в литве я заливал вот с литвы сюда вот 10 литров ушло как дети в школу по такой погоде конечно все еще с мостиком через клязь мы перескочим форсируем и мы в нижегородской области ну тут еще все по часовому поезду все хорошо у нас московская будет до до чего до удмуртии вроде бы уже в удмуртии плюс один там пермске уже плюс два и пошло там плюс три тюмень тюменская а ты мансийском не помню какой где-то так так датчик дождя работает все еще раз сейчас уехал перепроверял все хорошо едем здороваться с нижегородской области у меня по-моему симка вот в телефоне стоит нижегородская вроде бы что-то такое добро пожаловать на мой постоянно и мегавонь присылает Дзержинск 50 нижний 72 но я еще не забивал загрузку на паузу встану на обед тогда адрес загрузки вобью Чебоксары сколько на нее а до места 2 880 до какого им отсюда вот она глядь мы сейчас посмотрим замерзшая или нет по идее морозы стоят уже должна быть замерзшая тут вот эти вот не видно сбоку заливчики уже все лед лед сейчас заценим глядь мы как она выглядит кинем оком и взглядом кинем взгляд оценим оком или как там короче хотел сумничать не получилось не бежать да да стоит уже уже снега на ней вот сколько рыбаков не видно какая рыбалка тут оливье тут до сюда селедка под шубой все все мы тоже видите предновогодние у нас баловство икорка сегодня чай ботерброды с икрой пивом чтоб я так жила без хороших людей бы так не жил я всех не позволил бы купить ну кстати безгородская область здрасте не то чтобы не позволил но как бы и без нее бы можно обойтись а тут подарок вадим еще раз большой рахмет сегодня я так понимаю крайне рабочий день в этом году в России да и у нас то вроде бы а у нас я не знаю 31 рабочий не рабочий в Беларуси по-моему в России сегодня крайне рабочий день завтра уже выходной а сегодня у нас какой день недели а я если честно даже и не знаю сегодня у нас среда а все правильно выходной же у нас но вот же у нас в пятницу точно и обгоню потом поедешь ни фига тут на липхере машин собралась смотрите же тут делается это что все грузится сюда что ли ну как он расстроился то он был поменьше здесь капитан тут ничего себе тут так ограничение 42 свалиться можно значит 40 ехать е-мое дзержинский все опять рация не замолкает это рецепт раз к останавливают тоже транспортники все кого злачного месту подъезжаешь так честное слово кроме матерных другие слова на ум не приходится цими рациями неужели эти которые вот эту всю рекламу пускают до них до их него ума не доходит что их начинают ненавидеть за имени лично мне не хочется у них ничего покупать и никуда заезжать я начинаю их тупо ненавидеть потому что она начинает она просто не замолкает вот высказался ну что сейчас до объездной нижней по объездной вроде как снега нет все пока ну тут вроде было по прогнозу сегодня с двенадцати как и чебоксар в чебоксарах вроде с двух часов снежок пока сухо хорошо дорога разбита с дорожником респект поработали то что мы уже грязные это факт грязные все и соня мы не успеваем сейчас на аку поделимся как она здесь это уже объездная нижегородская потиху летим как бы это каламбурно не звучало соня как тараканов правой практически никого нет очень мало на 100 и очень удобен весь весь берег а там он вообще и к чему там очень много на клевное место прикормленная тоже правильное времяпровождение минус 6 хорошо комфортно не холодно почему бы не дачу как поспоришь с этим палатки поставят а внутри буржуйка поляну накрыли там коньяк кино вино до минуты все есть лунку прорубил и лежи на кровати ловить красота это что за это за наказание исправительно трудовые работы пацаны какие-то снег чистят ооо гайцы луницы пошли убрали кусок с ней голыбу грязи отцы я думал ну то есть как вы в их обязанности не входят как принципе не входит она же влияет на безопасность дорожного движения молодцы пошли убрали и дальше по объездной одни московские номера мы не был вокруг нижней вокруг москвы есть москва разъезжается на большие праздники корена и он видите здесь не шучу москва разъезжается на новый год еще до 12 числа фестиваль из можно конечно все нижний ск 100 пока благополучно остался за плечами время без 512 сейчас у нас пойдет повеселее здесь дорожка начнутся бугры вниз вверх спуск подъем туда-сюда весело но машинки идут значит там все вроде как почищена но как-то так вот это мне темно из-за того что стекло грязно как-то так небо какое-то слегка посмурноватенькая впереди его мне кажется по моему зеркало светлее сзади возможно пойдет снежочек еще но тут видно что прошелся хороший как всю дорогу может этот фронт он оттуда идет или туда в общем все широкая закончилась не но тут временами будет может здесь уже вообще всю полностью построили так то тут и строительство шло и временами была широкая дорога ну как раньше вспомнишься нижние все теперь пошли вверх-вниз вверх-вниз прыгскок с буграну бугор вот сейчас 1 угор с которой будем спускаться интересно тут наверху гайцы стоят обычно они тут везде обезьян постоянно вторую полосу продают вроде как на подъем грузовикам нельзя во вторую вылазить ну было так может я чего ошибаюсь не нету никого тоже к новому году готовятся горошек покупает в колейках стоят магазине но тут подъем смотрится какой отсыпанный тут песка увалили не жалея ну и хорошо раньше на этом спуске еще там внизу мост было не буду тебя посылать перед новым годом а хочется помню так вот с горы летишь все понизнанке а там внизу там этот мостик и все потом все по кабине собираешь как полетится сверху я вернул свои все функции все по включал обратно на ретарте спускаемся дорога о коллега упал в аварию неприятно конечно это вот идут во втором грузовике на подъем сейчас мы посмотрим по моему здесь нельзя да знак он вторая полоса движения грузовиков запрещено но вам не видно но поверьте на стол нет никого так по идее не так уж и нельзя вот этот мостик через кузьму и кузьму вечно подгулявший вон который подгулявший бывает уже нового построили а тот который подгулявший он с левой стороны интересные воспоминания с ним вот приняли рабочий вид а то и что вы ехали чистенькие сервиса все видно что автомобиль работал по российским дорогам еще как бы даже не сильные фонари то грязные у нас обед и цикки люди оттуда возвращаются воротынец все чумазенькие все как положено пойдем рожок почищем то правый разок правый рожок я вижу левый рожок вообще не вижу совсем грязный вот пойдем перекусим это не я мне до загрузки отсюда 105 километров 9 градусов чувствуется сейчас куда нем время два часа ой по второго сейчас 45 минут паузу краса стоим перекусим ну и нормально как раз полтора часа пока в чебоксары заехать в общем-то ориентировочно как планировать четырем часам должны прибыть там вроде еще вторая загрузка у нас наклевывается должны нам туда же подвести все потом уже там все расскажу первый какой-то ящик повезем коробку какую-то с 50 килограмм и еще должны полтонны каких-то кондитерских изделий притаранить будем там развоз делать сургут по моему нефтью юганск надо посмотреть заявку короче у нас там развоз будет местный я сразу предупредил даже теперь рифа нету на не на не замерзнут они нормально чем и там повезет печенье какой-то наверно или что будем обедать загружусь потом покажу когда когда загрузимся сейчас будем кишкобосном заниматься так вот на обочине пришлось стать что я там перед этим заехал на стояночку там интернета не было а вот сюда цену даже три минуты переработал бог с ним постоим на обочине так вот